Из года в год в преддверии 1 сентября представительницы Брестко-городской организации общественного объединения Белорусский союз женщин совместно с Татериальной палатой стараются окружить вниманием и заботой деток, проживающих в многодетных и малообеспеченных семьях, и устроить настоящий праздник, чтобы разжечь в детском сердце искру счастья. И с этой задачей организаторы справляются на отлично, и это неудивительно, ведь когда за дело берутся женщины, у них всегда все получается. Брестко-городская организация Белорусского союза женщин хорошо понимает, что женщина, которая собирает ребенка в школу, она хочет как можно больше отдать ребенку. И мы понимаем, что не все семьи могут сделать такое для каждой семьи в полной мере. Акция уже проходит, и Брестко-городская организация общественного объединения Белорусский союз женщин в своих первичках уже начала эту работу. А сегодня это традиция с Брестко-областной интериальной палатой и совместно с Брестко-областной организацией проводить накануне эту акцию для первоклассников. Ведь первоклассника собрать – это проблематично. Ему нужен и рюкзак, и ручка, и тетрадка, и книжка. Для того, чтобы идти в первый класс в полной готовности, нотариусы совместно с Белорусским союзом женщин организовали для 12 мальчишек и девчонок настоящий праздник под названием «Соберем портфель в школу». Сладкий стул, разноцветные шары и, конечно же, подготовили подарки. Школьные портфели, в которых новенький набор ярких карандашей и пестрые краски, пластилины и разноцветные ручки, тетрадки, модные пеналы. Праздник должен быть праздником. А праздник для детей без музыки, без шариков, без сладостей – это не совсем тот праздник, который нужен детям. Поэтому, конечно же, мы каждый год готовим сладкий стол, и дети с радостью получают и подарки для школы, и сладкие подарки тоже. Детки ждут этот праздник. И, конечно же, в любое время всегда надо помогать тем, кто нуждается в помощи. И тут дело не только в помощи, а в том, что это подарок, это праздник. И для детей это дополнительное удовольствие перед их первым важным шагом во взрослый мир, перед тем, как они пойдут учиться в школу. В семье Натальи Ковальчук растет четверо деток – двое мальчишек и две красавицы-дочки. В этот раз стать первоклассником предстоит младшему Андрею. Насколько непростая в финансовом плане задача собрать ребенка в школу, Наталья знает не понаслышке. С каждым ребенком это проживается как в первый раз. И сейчас мы собираем сына, у нас две старшие дочки, а у нас сына, конечно, тоже новые эмоции. Мальчик, новые одежды, принадлежности. Поэтому помощь, конечно, очень немаловажная. Очень приятно, что оценили и помогли. Мероприятие нам очень понравилось, очень душевное, по-домашнему теплая атмосфера была. Дети читали стихи, пели песни, угощали их. И просто все было замечательно. А вот в семье Лискович в первый класс идет девчушка София. Она уже ждет, не дождется, когда с новым рюкзаком и в красивой школьной форме пойдет в школу. Я хочу пойти в первый класс. Мне бы купила мама сарафан и такую мусточку белую. Мне понравилось, ну, там, где мы ели пиццу, пузырьки запускали, и фоткали с ромашками, и с колокольчиками. Мы счастливая большая семья. У нас четверо деток, три девочки и мальчик. Вот. Девочка, которая идет в первый класс здесь, в Софии. Мы очень рады, что, во-первых, такой праздник организовали. Ребенку очень понравилось. В школу ребенку собрать сложно. Плюс, учитывая, что каждая школа требует сейчас форму, вот, поэтому определенную, ну, как-то стараемся. А государство сейчас помогает тоже многодетному. Каждому ребенку там определенную сумму выделяет для того, чтобы как-то, ну, собрать ребенка в школу. По завершению мероприятия благодарностью были отмечены те, кто уже традиционно принимает активное участие в акции и посвящает свое внимание детям. Среди них и руководитель театра «Ларчик». Мы создаем образы, создаем перформансы, шоу, и стараемся максимально всегда радовать публику. Участвуем в благотворительном движении от Белорусского союза женщин. Всегда рады поддерживать, рады оказывать какую-то поддержку, ну, какую мы можем. Всегда стремимся поддерживать, и не только Белорусский союз женщин, но и другие подобные благотворительные мероприятия, чтобы детям было интересно, чтобы детям было увлекательно, чтобы разукрасить их будни, вот, чтобы было еще веселее, интереснее и увлекательнее. Ребятам и их родителям надолго запомнится этот волшебный праздник, а подаренные портфели станут хорошим началом школьного пути для будущих первоклассников.